День добрый, дорогие радиослушатели! В эфире ГРТ «Юридические консультации». В студии работают Динаида Ефремова и звукооператор Дмитрий Константинов. Сегодня у нас тема звучит так – «Безопасность дорожного движения». Все чаще слышим, что с каждым днем количество дорожных транспортных происшествий увеличивается, страдают как взрослые люди, так и дети. Но нужно отметить, что безопасность дорожного движения очень важна, и поэтому разберемся вместе в этой теме с главой представительства Офиса Народного адвоката Камрати Светланы Мироновой. Светлана Андреевна, здравствуйте! Здравствуйте! И напоминаем наши контакты – номер 298-249-60 и адрес нашей почты – кгус-радиусу-собачка-мейл.ру. У нас в стране есть закон, который действует – это о безопасности дорожного движения в Республике Молдова. И, Светлана Андреевна, хотелось бы спросить, какие основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения выделяет данный закон? Какие аспекты нужно выделить и что необходимо знать в этом случае? Абсолютно правильно. Закон о безопасности дорожного движения еще 2007 года, он действует уже фактически 15 лет, и нужно обратить внимание, что он устанавливает именно права и обязанности, ответственность компетентных органов и участников дорожного движения, а также определяет принципы организации деятельности по подготовке кадров в области дорожного транспорта, то есть условия допуска водителей транспортных средств к дорожному движению. Да, мы сегодня наблюдаем активизацию в том, что появляются новые автошколы, например, каким образом они работают, как они обеспечивают подготовку будущих водителей, все ли у них есть для этого, естественно, кто может стать водителем, каким образом обеспечивается инспекция дорог в том числе, за что ответственно правительство, за что ответственно агентство регионального развития, допустим, и инфраструктуры. Почему? Потому что практически все мы являются участниками дорожного движения, то есть либо в качестве пешеходов, либо в качестве пассажиров, либо в качестве водителей. Поэтому, конечно же, дорожное движение на сегодняшний день, оно рассматривается с точки зрения обеспечения бесперебойности транспортного потока и полной его безопасности. Полная безопасность предполагает защиту прав и законных интересов, как физических, так и юридических лиц, ну, естественно, их собственности, и в обязательном порядке охраны здоровья, физической целостности всех участников дорожного движения и охраны окружающей среды. То есть практически с помощью данного закона мы можем сказать, что с помощью этого закона, плюс всех остальных, которые регулируют дорожно-транспортную ситуацию, конечно же, должны быть выполнены самые главные задачи, это охрана жизни и здоровья людей. Поэтому и предъявляются особые требования, в частности, законодательство выделяет принципы, которые должны быть обеспечены в области дорожного безопасности от движения. Посмотреть еще раз ключевой момент, везде звучит именно безопасность. Конкретно первым приоритетом является приоритет жизни и физической целостности участников дорожного движения над результатами хозяйственной деятельности. То есть независимо от того, что сейчас производится, какая работа может быть, тем не менее нужно сделать все возможное и невозможное для того, чтобы остались живы и здоровы люди, прежде всего. Второй момент — это приоритет ответственности государства за обеспечение от безопасности дорожного движения над ответственностью участников дорожного движения. То есть если вдруг что-то и происходит, то можно сказать, что одной из сторон данного происшествия является обязательно государство. Почему? Потому что анализируются, допустим, вопросы подготовки этого водителя. Каким образом он вообще получил права? Почему? Какова причина этой дорожно-транспортной ситуации? Плохие дороги. Опять же, кто будет нести ответственность конкретно за данную дорогу? Почему? Потому что, напомню, у нас есть дороги местные, у нас есть дороги, которые находятся в ведении других участников, допустим, региональных властей, либо государства. Поэтому, как эти субъекты, что именно, каким образом обеспечили безопасность? Следующий, скажем так, приоритет — это соблюдение интересов личности, общества, государства в деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. То есть мы не можем сказать, что только государство ответственно. Естественно, что каждый из нас в качестве участников дорожного движения имеет соответствующие права и обязанности. То есть, в конце концов, ну, наверное, действует, наверное, себе позволю такое сказать, что ответственны мы все. В том смысле, что пешеход, допустим, ответственный за то, чтобы переходить дорогу именно в положенных местах, либо убедиться в том, что его пропускают. Пассажир, в конце концов, должен пристегнуться. Естественно, предъявлять, нужно выполнить ряд требований, где должны находиться дети, например, на заднем сидении, ни в коем случае не впереди. Тот же водитель обязан не только сам пристегнуться, но и убедиться в том, что пристегнуты ременями безопасности все его пассажиры, потому что именно водитель будет нести ответственность за целостность безопасности своих пассажиров. Ну и в том числе, как принцип, учитывается программно-целевой подход к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения. А это значит, что только с помощью систематически комплексных усилий возможно обеспечить безопасность. То есть мы говорим о том, о качестве дорог, например, о качестве нанесенной разметки, насколько эта разметка устойчива, например, насколько действительно освещаются, допустим, пешеходные переходы. Почему? Потому что в тот момент, когда выключали электроэнергию в том же Кишиневе, была рекомендация полиции разработана, чтобы пешеходы носили с собой фонарики, например, и подсвечивали себя. Ну, с точки зрения безопасности жизни и здоровья, считаем, что это не совсем правильно в каком контексте. Именно государство, напомню, что обеспечивает приоритет жизни и здоровья. То есть, поэтому государство, понятно, что экономит, но, тем не менее, не за счет жизни, безопасности граждан. Поэтому, естественно, что те меры, которые предпринимаются в каждом конкретном случае, они должны быть направлены прежде всего на то, чтобы сохранить жизнь человека, а только потом уже на все остальные сугубо экономические моменты. Светлана Ренеевна, более подробно хотелось бы рассмотреть, кому предоставляется право управления транспортными средствами. Естественно, бывают разные аспекты. Именно, в частности, здоровье имеет иногда важную роль. И вот именно кому предоставляется такое право управлять машиной, другим транспортным средством, чтобы не возникало подобных плачевных ситуаций. Ну, понятно, что для того, чтобы управлять транспортным средством, здесь нужно взять, опять же, комплекс нескольких нормативных актов. Если говорить о законе о безопасности дорожного движения, то он устанавливает только общие требования к водителям транспортных средств. Дело в том, что он должен, будущий водитель, и любой водитель любого возраста, в том числе любого состояния здоровья, должен соответствовать утвержденным правительством, минимальным требованиям в отношении физических и психических качеств, которые необходимы для управления транспортным средством то или иной категории, то или подкатегории. Ну, естественно, иметь соответствующее разрешение при осуществлении определенных перевозок. В данном контексте мы говорим о том, что право управления транспортными средствами, естественно, что это особое право особых, скажем так, определенных категорий, и данную категорию можно получить только в соответствии с законодательством, то есть это не только законы, но это и постановление правительства. И обращаю внимание, что данное право подтверждается водительским удостоверением, в котором именно указывается категория под категорией транспортного средства, на управление которого дается это право. Это раз. И во-вторых, в обязательном порядке это право должно быть зарегистрировано в государственном регистре водителей. То есть то, что делает МРЭО, когда выдает водительские удостоверения. То есть, забегая вперед, напомню, что на сегодняшний день разрешено участие в дорожном движении водителей, не имеющих при себе водительского удостоверения, допустим, но оно у них в обязательном порядке есть, может быть, не при себе. В этом случае обязательно все-таки наличие при себе удостоверения личности, чтобы можно было проверить, что это лицо действительно допущено к управлению транспортным средством. В данном случае получается, что те лица, которые обладают правом управления транспортным средством, которые зарегистрированы, опять же, в государственном регистре водителей, они могут управлять на территории Республики Молдова транспортными средствами соответствующей категории, независимо от того, обладают ли они в наличии, имеется в виду прямо с собой, водительским удостоверением, но обязательно должны иметь действительно удостоверение на свое имя. Кто же, скажем так, может стать или какие требования, например, вообще к водителю, это уже больше, скажем так, определяется непосредственно правилами дорожного движения, которые были утверждены правительством. Я напомню, что буквально недавно, 23 октября этого года, 2022 года, вступили в силу новые правила в отношении управления самокатами, электросамокатами. Ну, может быть, для наших населенных пунктов это еще не столь пока может быть и актуально, но тем не менее количество самокатов постепенно увеличивается и возникают иногда достаточно серьезные ситуации, к сожалению, заканчивающиеся в том числе летальными исходами, когда водители самокатов, электросамокатов являются виновными лицами, скажем так, в тех или иных действиях, деяниях, где в итоге произошла смерть потерпевшего, то есть сбили человека, возможно, просто-напросто упал, ударился неудачным, да, может быть, упал, но в итоге наступила смерть. Поэтому на сегодняшний день напомню, что минимальный возраст водителя механического транспортного средства, конечно, обусловлен типом транспортного средства, его назначением, особенностями управления, и регламентируется действующими нормативными актами. При этом управлять на общественных дорогах, теперь обратите внимание, велосипедами, трехколесными велосипедами, электровелосипедами, электросамокатами, гужевыми повозками, вести одиночных животных либо стада лиц могут только те, кто достигли возраста 14 лет. При этом движение электросамокатов возможно только по специально обустроенным дорожкам, то есть велосипедным дорожкам-полосам, а если они отсутствуют, то разрешается их движение только на участках дорог при совокупном достижении некоторых требований. Во-первых, получается, что управлять электросамокатом может только лицо, которое достигло возраста 16 лет, это раз. И при этом максимальная скорость на данном участке дороги составляет 50 км в час. То есть получается, что если на этом участке дороги 60-70, то электросамокатов на этой дороге быть не должно. В обязательном порядке. То есть еще раз хочу напомнить, что эти правила в отношении электросамокатов вступили в силу 23 октября. Поэтому, естественно, что если будет установлено, что электросамокатом управляет лицо, не достигшее возраста 16 лет, еще и на той дороге, где скорость движения намного выше, чем 50 км в час, следовательно, такие лица будут привлекаться к ответственности. Поэтому, наверное, внимание, конечно, нужно привлечь родителей, тех детей, которые просят у вас электросамокат или те, которые имеют. Родители, конечно, в первую очередь также ответственны за безопасность своего ребенка, поэтому если вы и надумаете покупать своему ребенку электросамокат, следовательно, вспомните возраст ребенка и обязательно ему расскажите о правилах дорожного движения. Кроме этого, для того, чтобы ответить до конца на вопрос водителя, кто может стать лицом управляющим транспортным средством, точнее, что оно должно быть способным сделать и, скажем так, соответствовать каким требованиям. Конечно же, любой водитель может, должен соответствовать или быть годным по медицинским показателям. О чем мы говорим? Ну, допустим, да, с учетом того, что в Республике Молдова действует законодательство, которое подтверждает очень многие права лиц с ограниченными возможностями, то, естественно, что нельзя сказать, что для всех лиц с ограниченными возможностями движение транспортным средством запрещено. Нет, здесь все будет зависеть от состояния здоровья. Конечно же, к движению транспортным средством, скорее всего, не будут допущены лица, которые имеют серьезные проблемы со зрением, в том числе не видят, допустим, цвета, в данном случае цвета светофора и так далее. То есть это все должно быть в обязательном порядке проверено. Обращаю внимание водителей, что, допустим, Министерство здравоохранения разрабатывает правила по использованию в том числе некоторых лекарственных средств, которые не разрешаются водителям. Ну, например, на некоторых лекарственных средствах может быть написано, что они неприменимы в случае вождения автотранспортным средством. Почему? Потому что они могут снижать скорость реакции, затормаживать вообще, скажем так, мыслительные процессы. Поэтому действительно, скажем так, человек, который применяет эти лекарства, он может по-другому себя вести на дороге. Поэтому если вы проходите лечение, то стоит отказаться минимум от вождения транспортным средством. Следующее правило — это то, что водитель должен знать и выполнять требования правил дорожного движения и иметь необходимые навыки уверенного безопасного движения и управления, скажем так, транспортным средством. А также, так как все-таки машина является источником повышенной опасности, это и согласно гражданского законодательства в том числе, следовательно, водители должны уметь оказывать первую помощь лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Обращаю внимание, что не обязательно быть участником, то есть не обязательно, чтобы вы были виновны, либо, допустим, даже невиновны, но случилось ДТП с вашим участием. Даже если вы увидели, что произошло ДТП на ваших глазах, либо увидели, что, скажем так, подъехали к месту аварии, в обязательном порядке не нужно остановиться и оказать первую медицинскую помощь. И, естественно, в последнее время немало таких случаев, ни в коем случае не допускать использования мобильного телефона или наушников во время езды на велосипеде, на самокате, на электросамокате, мопеде. Почему? Потому что, скажем так, происходит отвлечение внимания, и, к сожалению, очень много молодых людей, любых людей, в последнее время погибло только из-за того, что они были с наушниками, например, и они просто-напросто не слышали звуковые сигналы приближающегося поезда, приближающейся машины и ряд других моментов. Светлана Андреевна, вы немножко коснулись того, какие, какую компетенцию, вернее, несут органы власти в области дорожного движения. Хотелось бы более рассмотреть подробно касательно организаций, которые выдают удостоверение личности, готовят будущих водителей, скажем так. Ну, здесь, конечно же, эта компетенция, непосредственно, скажем так, выдача водительского удостоверения, конечно же, относится к компетенции Агентства государственных услуг. Но, прежде чем говорить о компетенции Агентства государственных услуг, наверное, нужно напомнить о том, что у нас есть компетенция, например, правительства, которое, почему я говорю, что системно-программный комплексный момент, дело в том, что именно правительство управляет в целом деятельностью центральных отраслевых органов власти, которые обладают полномочиями в области дорожного движения, и правительство разрабатывает программы, государственные программы развития дорожного движения. То есть элементарно даже, скажем так, решается вопрос, где какая дорога будет построена в этом, допустим, бюджетном году и каким образом там обеспечивать безопасность. В конце концов, даже устанавливать те же дорожные знаки, цветофоры и многое другое. Я напомню ту ситуацию, которая произошла непосредственно в Камраде, и благодаря вмешательству очень многих структур и, прежде всего, людей, эта ситуация благополучно разрешена. Я имею в виду установку светофора напротив пятой школы, лицея Третьякова, который мы все хорошо знаем, только из-за того, что реально встала на защиту детей общественность. Это родители, которые собирали подписи, которые обратились и в адрес местных органов власти, в адрес правительства, в адрес народного адвоката по правам ребенка. Все-таки с помощью, в конце концов, районных властей. Этот светофор был установлен и на сегодняшний день там обеспечено. Дети все-таки безопасно находятся. Поэтому вот эти все моменты все-таки за этим следит, конечно же, правительство. Осуществляется и контроль, и надзор, утверждается, допустим, перечень медикаментов, которые, как я сказала, противопоказаны водителям транспортных средств. И даже, в конце концов, именно правительство утверждает содержимое аптечек, медицинских аптечек, которые должны быть у водителей. Ну и в том числе, естественно, методологические нормы по проведению экзаменов. То есть даже вот с этой концепцией, с этой колокольни, скажем так, уже должно быть все определено. То есть какие категории транспортных средств не подлежат, допустим, официальному свидетельствованию для допуска транспортных средств, и какие государственные программы должны быть для охраны окружающей среды. Слава Андреевна, более подробно потом пройдемся по этому вопросу, но пока есть слушательные линии. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло. Алло, слушаем вас. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. У меня вот такой вопрос будет. У меня жена онкобольная уже 7 лет. Сегодня я бегаю за социальными работниками. Значит, чтобы оформить пособие, врачи уже мне, значит, дают... Она в тяжелом состоянии. Врачи мне дают справку, то, что она нуждается, значит, дополнительной, значит, помощи, потому что она уже сама очень тяжелобольная. И отсюда дают. Из Кишинева есть справки. А пособие, которое вот получала она вот раньше 1300 лей, урезали 500 лей. Сегодня осталось 700 лей. И сегодня это 700 лей не оформляют уже. Давайте я хочу прояснить, о каких пособиях вы говорите. У нее есть установлена группа и получают пенсию? Значит, у нее пенсия, значит, по инвалидности. Так, пенсия по инвалидности. И она получала пособие по... Значит, как она называется... 1300 лей получала еще дополнительно. И урезали то, что квота у меня, у мужа. Вы говорите о социальном пособии? Осталось 700 лей. О каком пособии? Потому что есть, посмотрите, есть пособие по уходу, есть социальное пособие. Вы живете вдвоем? Да, я живу вдвоем. Она на инвалидность, мне за уже 60. Еще не получаю. Понимаете? И нам остается 1300 лей на двоих. Нет, 1450 лей. Вот ее инвалидность. Все остальное урезали. Вот я не пойму, почему сегодня больного, значит, не платят вот эти дополненные, скажем, эти уже 700 лей, не 1300, а 700 только. И дают дополненную оплату медикам, превышают, значит, милиционерам, полицейскими и прочим, и прочим работникам. Вот я не пойму, что за государство это. Как это дальше жить в этом государстве больному, я уже ни о себе не говорю, понимаете, больному человеку. У меня раз за лечение идет, на ее лечение идет уже более 2000 лей за одно лечение. Каждые 20 дней я ее отправляю. Не то что я, я вместе с ней хожу в тишиню на химиотерапию. Так, в отношении лечения, значит, просто один момент. Многие лекарства, очень многие лекарства, онкобольным должны быть предоставлены бесплатно, либо компенсировано. У вас есть такая возможность? Кроме этого, в некоторых случаях, просто сейчас, может быть, по памяти точно не назову, в том числе идет оплата проезда. Это нужно обращаться непосредственно в онкополиклинику. Оплата проезда там 120 лет в месяц платили. А что, сейчас не платят? Сейчас и этого у вас, в той статье, смотрю, этого нет тоже. А вы обращались, потому что это все идет через онкополиклинику, только Кишинев? Да, 100 лет, один конец стоит Кишинев только. А платят вам сколько? Не могу отпустить ее, то обвести на химию, потому что мне недоступны другие, значит, уже. Давайте... В этом государстве как жить? Да, сегодня очень сложно. Я абсолютно согласна с вами. Просто-напросто люди поставлены на грань выживания. Значит, единственное, я бы очень вас попросила все-таки перезвонить после передачи, но уже к нам в офис 25105. Где-то в районе, ну, полчетвертого, чтобы можно было дойти. Почему? Потому что мне нужно выяснить несколько моментов, связанных именно с вашим переездом и представлением лекарств. Пока попробую, скажем так, осветить другие моменты. Конечно, делать это крайне тяжело. Почему? Потому что прекрасно понимаешь, что те суммы, которые на сегодняшний день и выделяет государство, они недостаточны. Говорю это, скажем так, у нас близкий, родной человек тоже находится сегодня в очень непростом положении. И поэтому знаем, скажем так, не из первых, не из чужих уст, а реально на своей шкоре. Значит, сегодня, начиная с того, что мы говорим о размере пенсии. Пенсия или пособие. Значит, обращаю внимание, что в зависимости от возраста, когда наступило это заболевание, любое заболевание, онко или так далее, должен быть тот или иной страховой стаж для того, чтобы установить тот или иной размер пенсии. Ну, это не менее 15 лет, скажем так, отработанных должны быть, во-первых. Естественно, пенсия устанавливается в зависимости от заработной платы, которую получал человек. Но это должно быть не меньше, чем минимальный гарантированный доход, который установлен в нашем государстве. Боюсь, чуть-чуть в цифрах, не всегда с ними дружу, 1163 лея примерно. Это совсем-совсем минималка. Опять же, государство устанавливает, в случае, если, допустим, достигнут тот или иной страховой стаж, то устанавливается по каждой группе, то есть по каждой степени ограничения трудоспособности устанавливается та или иная сумма при наличии требуемого страхового стажа. Это минимально, я говорю. Значит, судя по той сумме, которую вы назвали, в том размере, мне так кажется, что все-таки стажа недостаточно было официально. Почему? Потому что, да, к большому сожалению, наши люди-то и работали, но работали неофициально. Сегодня мы пожинаем плоды этого. Первый момент. То есть, либо устанавливается пенсия, либо устанавливается пособие лицам, не имеющим права на пенсию. Оно недостаточно, конечно же. Скорее всего, у вашей жены пособие как лицу, не имеющим права на пенсию. Может быть, но мне нужно знать конкретные моменты. Во-вторых, вы имеете право, так как у вас такой маленький доход, на социальное пособие и пособие в холодный период года. По той сумме, которую вы назвали дохода, у вас это право есть, я не знаю, что у вас в доме есть. Почему? Потому что социальный ассистент должен составить социальную анкету, в которой прописать, обосновать то имущество, которым вы владеете. Оно может влиять в том числе на получение права на социальное пособие. И вы в том числе должны быть либо оформлены как лицо, которое ухаживает за лицом с первой группой, либо как безработный. Тут очень важно, то есть насколько есть у вас право, вы подпадаете под положение, разрешающее выплату социального пособия или нет. В любом случае, конечно же, эти все положения должны объяснять социальные ассистенты. То есть к ним, то есть не социальные работники, у нас их два, скажем так, я имею в виду, иногда путаются и обращаются к социальному работнику, у них совершенно другие полномочия. Еще раз повторяю, социальный ассистент, я прекрасно знаю то эмоциональное положение социальных ассистентов, у которых тоже понятно, что низкая зарплата. Тем не менее, обращаюсь к вам, что нужно выдержать и нужно оказать максимально профессиональную помощь чисто по-человечески. Понимаю, что трудно, понимаю, что люди бывают разные. Понятно, что люди просто-напросто доведены до отчаяния, они будут требовать от вас выдачи чего-то. Но стараться максимально внимательно, соблюдением всех профессиональных норм и требований, объяснять, что, когда, в какой ситуации можно применить или нельзя применить. Мы сегодня, знаете, мы останемся людьми только в том случае, если мы даже в это тяжелое время не потеряем свои человеческие качества. Наверное, так скажу. Это в отношении социального пособия. А вот дальше, социальное пособие, даже если вы все-таки имеете право, оно будет зависеть от другого вашего дохода. Теперь момент, который вы назвали, это наличие земли. Я не выяснила, находится ли земля в аренде или вы самостоятельно ее обрабатываете. Эту проблему мы поднимали. Я имею в виду, народный адвокат обращался в адрес правительства. Лично я писала в том числе, скажем так, предложение о том, чтобы изменить условия учета наличия земли при предоставлении социального пособия. Земля не учитывается при, скажем так, ситуации, когда оба лица являются пенсионерами. Видите, она у вас еще играет роль. Дело в том, что государство считает, что земля нам дает очень хороший доход. Я не знаю, по каким причинам, скажем так, каким образом осуществлялись эти расценки, но это суммы, которые достаточно большие. Естественно, они влияют на доход. Поэтому получается, что социальное пособие выплачивается как разница между вашим доходом официальным и тем, которым должен быть как минимальный гарантированный доход. То есть получается 1163 плюс 1163. У вас примерно, скажем так, на двоих должно быть 2300, 2320, да, вот так, грубо говоря, приближая. То есть у вас доход 1400, например. То есть получается, что вам будут доплачивать вот те самые 800-700 щем-то леев. Примерно так, вот при грубых таких расчетах. Это пособие, которое дается только для того, чтобы подогнать доход человека до вот этого самого минимального гарантированного. Тем не менее, вы имеете право вот в этот, уже начиная с ноября, получать пособие в холодный период года, дайте 700 леев. Это другое пособие, пособие в холодный период года, которое выплачивается тоже семье. То есть вам двоим не по 700 леев, а 700 леев разово. Следующее пособие, не пособие даже, это материальная помощь, на которую вы имеете право, но опять же, оно зависит от многих других возможностей. Это материальная помощь именно на лечение, на приобретение продуктов питания. Но эта материальная помощь дается всего лишь один раз в год. То есть, если, как вы говорите о том, что вам дали справки медики о том, что вы нуждаетесь в лечении дополнительном, естественно, что эти документы, то есть заявления на получение материальной помощи вы предоставляете районную администрацию, и комиссия, в которую входят в том числе и медики, и социальные ассистенты, рассматривают эти ваши заявления. Помощь предоставляется в зависимости от многих составляющих. Это наличие, скажем так, определенного количества заявлений. То есть, если в этом месяце подали большое количество людей, находящихся в тяжелом положении, то, может быть, материальная помощь будет не такой большой, как мы бы претендовали. Там, согласно региональному фонду помощи, можно получить, претендовать до 2500 леев. Но, естественно, что каждая администрация решает по-своему, в смысле, не то, что по-своему, с учетом, прежде всего, нуждаемости. То есть, дают, как правило, предоставляют эту помощь, ну, самым-самым тяжелым. У кого нет детей, опять же, которые должны были бы оказывать помощь родителям. Ну, и многие другие моменты. Поэтому еще раз хочу сказать, что... Еще раз хочу попросить вас, чтобы вы перезвонили, выяснить некоторые моменты. 2.5105 уже после передачи. Ну, и... Я прекрасно понимаю, что государство, да, многое должно. На сегодняшний день вот то, что оно предоставляет, я перечислила. Конечно же, мы обращаемся непосредственно в адрес правительства, в адрес парламента с тем, чтобы усилить поддержку. Ну, насколько это возможно, увидим в ближайшее время. Контакты данного жителя у нас тоже остались, на всякий случай мы записали. А пока... Хотелось бы вернуться к предыдущему нашему вопросу, который мы рассматривали с вами, Андрей, на которую... Как вы компетенцию несут в органы власти, в частности... Да, продолжим. Ну, значит, определились с правительством, конечно же, Министерство внутренних дел. Значит, прежде всего из-за того, что сотрудники полиции, конечно же, отвечают за безопасность, то именно Министерство координирует компетенции в области повышения уровня безопасности, во-первых. А во-вторых, обеспечивает надзор и контроль за дорожным движением. При помощи, посмотрите, узаконенных средств измерения, прошедших метрологическую проверку. То есть всем известное, скажем так, высказывание радар, в смысле слова, радар, камеры слежения и так далее, ведь они тоже имеют специальные требования, нормативы к техническому состоянию, и этим занимаются, обеспечивают эти нормативы в соответствии, конечно же, МВД. Кроме этого, МВД следит за, осуществляет контроль за качеством работ в области эксплуатации, технического содержания, техосмотра, допустим, транспортных средств, в том числе контроль соответствия транспортных средств, нормам безопасности дорожного движения, то есть это техосмотры, которые проводятся, насколько они соответствуют правилам. Проводят мониторинг аварийности, освещение средств массовой информации, положение дел в дорожном движении и насколько участники соблюдают законодательство в области дорожного движения. Ну и естественно, что обучают, в том числе проверяют, насколько участники дорожного движения, в том числе и сотрудники, сотрудники дорожной полиции, противопожарной службы, других специализированных систем владеют приемами оказания первой медицинской помощи, при оказании помощи лицам пострадавшим в ДТП. И в том числе, значит, именно МВД выдает специальное удостоверение водителям специальных транспортных средств, служб инкассации, допустим, и специальной связи по окончании курсов, но только в подведомственном центре персональной подготовки, и в том числе ведет централизованный учет правонарушителей. Это тоже очень важно. Имеется в виду, что конкретно МВД следит за применением санкций. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте, Светлана Андреевна. Здравствуйте. Можно вопрос? Да, конечно. Пожалуйста. Я инвалид первой группы. И я два раза была в санатории. И сейчас это сказали, что и мне сопровождающие дают. И сказали, что сопровождающие сейчас платному. Объясните мне, как? Я сейчас боюсь, скажем так, ошибиться. Сопровождающие и раньше был платно. Сейчас, минуточку. Нет, мне бесплатно. В зависимости от того, сколько, скажем так, какова группа, каково ваше состояние здоровья. Возможно, если изменилось что-то в законодательстве, значит, как раз-то так, компенсация. Я тяжелая очень. Я после кровоизлияния мозгов выжила и вот живу. И я была два раза, но я не платила. И сейчас я по телевизору слышала, что тоже первой группой инвалиды сопровождающие бесплатно. И лечение плюс еще получал сопровождающие. Очень сочувствую. Да, конечно же, очень сочувствую. Я сочувствую, значит, у меня может быть старое положение, поэтому, может быть, я здесь... В смысле, надо посмотреть... Если только комплекта жительства у нас остаются. Да, давайте так, чтобы я проверила, если... Потому что с этим положением давно не работало. Точно так же, если что, я возьму на ваш номер телефона, проверю непосредственно это постановление правительства, когда, в каких случаях действительно предоставляется путевка и каким образом сопровождающему действительно оплачивается... Потому что было 30%, около 30% последний раз должен был оплачивать сопровождающий. Но я это положение лучше проверю, чтобы сказала вам более точно. Лучше всегда смотреть, как я уже много раз говорила, что лучше смотреть непосредственно, что говорит законодательство на данный момент. Так как меняется сегодня достаточно часто, поэтому мы должны за этим проследить. Я вам перезвоню сегодня, ну, до конца дня перезвоню в обязательном порядке и скажу точно в отношении путевки. Напомню только общее требование, что путевка предоставляется один раз в три года тому лицу, который находится на учете в территориальной кассе социального страхования. Спасибо большое за разъяснение, Сталандрина. Контакты у нас остаются, мы обязательно их запишем и перед этим вам сможете связаться со слушательницей. Ну, а перейдем к следующему вопросу, Сталандрина. Какими правами, обязанностями обладают все участники дорожного движения? Это и пешеходы, и собственники, водители транспортных средств. Ну, и обязательно стоит уточнить, что и велосипедисты, и также участники дорожного движения являются водители гужевых транспортных средств, и пешеходов с ручными тележками тоже. Да, самое интересное, ну, те, кто, конечно же, сдавал, скажем так, экзамены по ПДД, то есть, ой, по правилам дорожного движения, помнят определение водителя, что это не только, скажем так, лицо, управляющее автотранспортным средством, но в том числе и лицо, сопровождающее кого-либо, и в том числе лицо, которое, скажем так, сопровождает, допустим, животных, отару. Это тоже, кстати, определение, да, является водителем. Значит, во-первых, хочу обозначить, что права участника дорожного движения ни в коем случае не должны ущемлять права других участников дорожного движения. То есть, все участники дорожного движения, какие имеют права. Во-первых, свободно беспрепятственно передвигаться по автомобильным дорогам общего пользования в соответствии с установленными правилами. Что значит правила? То есть, если установлена на этом участке дорога скорость 40, значит, нужно двигаться со скоростью 40 и не больше. Получать от администратора дороги достоверную информацию об условиях безопасного движения и причинах ведения ограничений движения. То есть, случилась авария, туман и так далее, все об этом мы должны заранее знать. Мы имеем право получить срочную медицинскую помощь согласно действующего законодательства в случае ДТП, допустим. Получать возмещение ущерба в том порядке, который предусмотрен законодательством в случае получения телесных повреждений, либо повреждения транспортного средства или груза в результате ДТП. Обжаловать право на обжалование в порядке установленного законодательства незаконных действий должностных лиц в области безопасности дорожного движения. При этом все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать положение законодательства раз. Во-вторых, вести себя таким образом, чтобы не создавать помех транспортному средству, помех транспортному потоку, безопасности движения, не подвергать опасности других участников и не причинять ущерба окружающей среде, в том числе и публичной частной собственности. Выполнять сигналы регулировщика и соблюдать преимущественно право проезда специальных транспортных средств приоритетным режимом движения с включенными световыми звуками и сигналами. Еще раз напоминаю, что абсолютно все водители должны пропускать скорую помощь, допустим. Почему? Потому что, я думаю, что не надо объяснять, и так понятно, что в приоритете всегда жизнь человека, прежде всего. Поэтому надо как можно, скажем так, быстрее освобождать путь для движения специальных машин с проблесковыми маячками. Но в том числе мы должны осветить и права обязанностей и собственников, и водителей транспортного средства. Собственник транспортного средства обязан поставить транспортное средство на учет, то есть зарегистрировать его в установленном порядке, содержать транспортное средство в соответствующем техническом состоянии и своевременно представлять его для проведения периодического технического осмотра. То есть, если это, скажем так, собственники тех средств, транспортных средств, с помощью которых перевозятся пассажиры, то один раз в полгода проводится техосмотр, для всех остальных раз в год в обязательном порядке. Далее, по требованию полиции в указанный срок нужно сообщать данные в отношении лица, которому было доверено транспортное средство для управления. Имеется в виду, вы дали свою машину племяннику еще кому-либо, он нарушил право дорожного движения. Естественно, что вы должны будете представить информацию, четкую информацию о том, кто был за рулем именно в данный момент. Собственник транспортного средства ни в коем случае не имеет права передавать машину под управление лицу, который находится в явном состоянии алкогольного опьянения, либо находится в явно выраженном утомлении, то есть реально устал. Но видно, что с человеком что-то не то, поэтому давать машину, то есть везти машину этому человеку ни в коем случае нельзя. Не доверять управлению транспортным средством, никому абсолютно зная, что оно имеет какие-то технические повреждения, которые могут поставить под угрозу безопасность дорожного движения. Ну и не искажать данных одометра, то есть тех измерительных приборов, которые есть у вас. У нас есть вопрос электронный, Светлана Андреевна, хотелось бы зачитать пока, или вы хотели бы дополнить этот вопрос? Тогда зачитаю. Здравствуйте, Светлана Андреевна. Скажите, пожалуйста, имеет ли я право работник учреждения среди дня выходить по своим делам на несколько минут? Как это рекомендируется трудовым кодексом? Должна ли я отпрашиваться постоянно у руководителя? Был случай, когда я вышла на 15 минут по своим делам, встретить посылку с автобуса. Вернулась, а у меня запрашивают объяснительную, где я была. Чем по закону грозят сотруднику выходы с работы по своим делам, учитывая, что процесс трудовой не нарушается? Насколько я знаю, из статьи 86 пункта Н, увольнение может последовать после отсутствия на работе без уважительных причин в течение 4 часов подряд в течение рабочего дня. Сама никогда не опаздываю на работу и не ухожу раньше. Просто бывает необходимость отлучиться. Спасибо, пишет нам Светлана из Чедерлунги. Значит, Светлана посмотрела только на один пункт статьи 86, это увольнение за прогул. Отсутствие 4 часа, это прогул называется. Тем не менее, давайте скажем так, что установлено такое понятие, как рабочее время. То есть, это рабочее время, его продолжительность установлена вашим индивидуальным трудовым договором. То есть, практически именно в это рабочее время, которое установлено в индивидуальном трудовом договоре, вы должны быть на работе, никак не в другом месте. Почему? Потому что и работодатель в том числе несет ответственность за все то, что с вами, не дай бог, может случиться. Поэтому, любое отсутствие, оно должно быть мотивированным. И естественно, что даже если это 10-15 минут, вы должны предупредить или, как здесь было сказано, отпроситься в обязательном порядке. Почему? Потому что, если администрация не знает о том, что вам необходимо было выйти, следовательно, они могут привлечь вас к дисциплинарной ответственности. То есть, в данном контексте, если вы не предупредили, не получили разрешение на выход куда-либо, понятно, что у нас у всех бывают очень сложные разные случаи, поэтому нужно отпрашиваться. Если вы хотите предупреждать минимум, то администрация может привлечь к дисциплинарной ответственности в виде, допустим, выговора. Да, выговор сам по себе вроде бы ничего не несет, но предупреждая, что та же 86-я статья, может быть, сейчас пункт не вспомню по памяти конкретно, говорит о случаях возможности увольнения за неоднократное нарушение. То есть, если вы сегодня, допустим, будете отсутствовать на работе 10-15 минут, это будет установлено, у вас обязательно должны запросить объяснительную, естественно, администрация вправе, конечно же, применить такую дисциплинарную меру. Мы представим себе, через месяц, через 4 месяца вы точно так же отсутствовали на работе, то есть администрация снова применяет дисциплинарную меру в виде выговора. Два выговора — это уже возможность уволить именно по, скажем так, причине неоднократного нарушения своих служебных обязанностей. Поэтому лучше быть внимательным, лучше несколько раз, скажем так, лучше отпроситься. Понятно, что, еще раз напомню всем руководителям, что все мы люди, поэтому иногда стоит иметь это в виду, прежде чем применять какие-либо санкции. То есть, конечно же, нужно в обязательном порядке выяснить, поэтому-то и запрашивается объяснительное, почему работник отсутствовал на рабочем месте. Поэтому, вот исходя из этих, скажем так, положений, вы уже самостоятельно делаете выводы. Спасибо большое за разъяснение слушательницы. И, ну, еще один вопрос с ней по теме есть, Ландрияна. Широкую глазку СМИ на этой неделе получила информацию о старте в Молдове компания ЛГБТ-дети в твоей школе. Очень волнующий вопрос для наших жителей. Но Министерство образования и исследований Республики Молдова еще не выступило с официальной позицией по этому поводу. Никак не прокомментировало запуск данной кампании в учебных заведениях. Но Главное управление образования Гагаузи официально заявляет о недопустимости данной кампании в наших учебных заведениях автономии. То есть, к тому же, есть постановление местных властей о запрете пропаганды тем, связанных с однополыми отношениями. Но как быть в этой ситуации с правовой точки зрения? Мы бы хотели, чтобы вы только же прокомментировали. Ну, отмечу, что, естественно, допуск, скажем так, с любыми программами образовательными в учебные заведения осуществляется только по согласованию с министерством. Естественно, что министерство должно при этом учесть очень многие моменты, связанные в том числе и с культурными традициями и все остальное. Но первый момент, который, скажем так, здесь, наверное, будет являться в том числе основным, это то, что тем же кодексом образования предусматривается права и обязанности родителей, где родители могут участвовать в составлении плана работы образовательного учреждения и требовать соблюдения прав и свободы ребенка в образовательном учреждении, в том числе знакомиться с содержанием организации учебного процесса и с результатами оценки знаний своих детей. То есть, по идее, по смыслу данной статьи, фактически родители имеют право отказаться от того или иного курса, если он будет нарушать, по их мнению, какие-то установленные права и свободы как детей, так и родителей. Поэтому вчера министерство все-таки прокомментировало, что это, скажем так, обращение, оно не прошло согласование в министерстве, поэтому нельзя сказать, что оно будет в обязательном порядке внедряться в наших учебных заведениях. Поэтому пока, скажем так, можно расслабиться. Спасибо за ответы на этот вопрос. Но, если, Андрей, в завершении нашей программы, хотелось бы, чтобы вы дали рекомендации либо советы нашим жителям по части безопасности дорожного движения. Наверное, самая главная рекомендация, общая рекомендация абсолютно всем участникам дорожного движения — знать и выполнять правила дорожного движения. Помнить, что на дороге вы не одни. И напомню из правил дорожного движения, что каждый участник вправе предполагать, что все остальные точно так же будут соблюдать правила дорожного движения. То есть мы должны быть предсказуемы. Помнить, что жизнь и здоровье, прежде всего, не только свои, но и чужого человека, чаще всего в наших руках, поэтому нести ответственность за все то, что мы делаем. — Большое спасибо, Светлана Андреевна, за ответы на наши вопросы, на вопросы наших слушателей по нашей теме и не только по нашей теме. Всем остаётся пожелать только здоровья в первую очередь, всех благ, добра, побольше позитива, особенно в такой ситуации, в которой мы находимся сейчас, как бы сказали во время программы, на грани. Но что уж поделать, остаётся надежда только на лучшее. Также призываем оставаться вместе с нами, потому что будем продолжать и дальше разбираться в актуальных темах, в вопросах. Всем ещё раз желаем здоровья и всего самого хорошего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!